Что такое биллы? Сколько стоят американские коммунальные платежи? Почем здесь мобильная связь и интернет? И как вообще все устроено? Разберем с вами сегодня в этом видео. И снова здрасте! С вами снова я, Маша. Напомню, что живу я в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. А вы в данный момент на канале Одноэтажная Америка. Если вы только присоединились к нам, то предлагаю подписаться на канал, поставить лайк этому видео и посмотреть наши предыдущие ролики, в которых я рассказывала о первых шагах США, о том, как снять квартиру и какие типы жилья вообще существуют в Америке. Также мы ведем обзор здешних праздников и недавно начали наши путешествия по магазинам, где будем рассказывать о разных товарах и ценах на них. Впереди еще много интересного, так что нажимайте на колокольчик, так вы первыми будете узнавать калифорнийские новости. Что касается адаптации в США, то давайте идти по порядку. Вот вы сняли квартиру или дом, и теперь вам нужно оформить на себя коммунальные платежи. Мы подобрались с вами к основному вопросу этого выпуска. Что же такое биллы? Это все счета, по которым вам нужно регулярно платить, как правило, ежемесячно. Начнем с обычной коммуналки. Здесь система устроена несколько иначе. Попытаюсь объяснить разницу. Вот вы, например, Иванов, живете в России в собственной квартире под номером 55. Вам ежемесячно приходит счет за коммунальные платежи. Вода, газ, отопление, электричество и так далее. Вы продали эту квартиру Петрову и съехали. И если вы, Иванов, недобросовестный и оставили задолженность по коммунальным платежам, а Петров рассеянный и не проверил это, то этот долг ему с вас уже будет очень сложно выбить. Он уже ложится на нового владельца. Не будем сейчас останавливаться на каких-то юридических нюансах и на том, как можно в некоторых случаях это оспорить, доказать в судебном порядке. Это уже не наша с вами тема. Я сейчас хочу лишь показать на примере, как работает система. А Иванов тем временем купил другую квартиру под номером, пусть будет 10, в другом доме. И его история коммунальных платежей начинается заново, пока Петров разгребает его долги. В США же устроено все иначе. Как только вы впервые оформили на свое имя коммунальные платежи, тогда и пошла ваша история. Если вы продаете квартиру или дом и покупаете другой, то вся информация о ваших платежах переезжает вместе с вами, в том числе и долги. То есть вы завели аккаунты в коммунальных службах и теперь они всегда с вами. Теперь давайте рассмотрим другую ситуацию. Это оплата коммуналки в случае аренды. Сидоров снимает квартиру у Тарасова. Тарасов собственник жилья, а соответственно все аккаунты в коммунальных службах оформлены на него. И даже если по договоренностям арендатор Сидоров оплачивает коммуналку, то, как правило, он эти деньги передает или переводит своему арендодателю Тарасову, а уже тот оплачивает счета. В США и тут работает схема собственного аккаунта, даже если вы не владелец недвижимости. То есть вы снимаете жилье, у вас есть договор аренды, на основании этого вы, напомню, совсем не собственник, оформляете в коммунальных службах свои личные аккаунты и сами платите по счетам за воду, газ, которые вы расходуете. Вся эта информация также идет в вашу историю. И если вы переезжаете на другую съемную квартиру, то с вами переезжают и ваши аккаунты. То есть заведя их один раз, вы с ними повязаны. Они помогают строить вам вашу историю в США. Что же это за аккаунты и как их оформить? Первое – это департамент электричества и водоснабжения. Да, может удивительно, что не дружа между собой, эти стихи соседствуют в американских коммунальных счетах. Мы приехали в этот департамент с загранпаспортами, договором аренды и завели аккаунт. С нас попросили депозит в 300 долларов, но это как залоговый платеж условно за два месяца пользования водой и электричеством. Выдали нам номер аккаунта и инструкцию о том, как зарегистрироваться на сайте. В газовую службу достаточно было телефонного звонка, предоставления всех своих данных и последующей регистрации также на сайте. Спустя месяц пользования всеми этими коммунальными благами мы получили вот такой бумажный билл за газ по почте и дубль по e-mail. В нем счет на 46 долларов 37 центров за трехуровневый онхаус, в котором проживают двое взрослых и трое детей. Последующие счета схожи в среднем 50 долларов в месяц. Через месяц после оформления аккаунта в департаменте водоснабжения и электричества пришел вот такой нарядный счет от них на сумму 115 долларов, ну, 116 округляю, из которых 22 доллара сборы за электричество, 39 за воду и 36 за канализацию. А вот следующий счет пришел уже через два месяца. Сумма в нем 301 доллар, из которых 101 за электричество, 115 за воду и 85 за канализацию. Чтобы узнать сумму за месяц, следует разделить эти цифры на два. И такая практика взаимодействия с этим департаментом. За свет и воду платим раз в два месяца, а вот за газ каждый месяц. Еще одно важное замечание. Если вы приезжаете с семьей, то стараетесь распределить так, чтобы все коммунальные платежи были оформлены на каждого члена семьи. У нас часть оформлена на меня, а часть на супруга. Это тоже очень важно в США, чтобы у каждого шла своя, так сказать, билловая история здесь. Равно как и каждый член семьи, пусть будет вписан договор аренды квартиры. Все эти бумаги в разных учреждениях будут вашим подтверждением проживания в этой стране, в этом городе, по этому адресу. Теперь по поводу сумм. Я вам озвучила наши цифры, но надо понимать, что если вы снимаете дом, то цены будут значительно выше. А уж если в этом доме есть бассейн, что очень распространено в Калифорнии, то счет сильно увеличится. Также отмечу, что у нас обычный апарт-комплекс, я во дворе его снимаю, это видео, где есть небольшой дворик, лавочки, кломбы и зона барбекю. А вот если вы живете в крутых жилых комплексах с большим количеством общих зон, с бассейном, тренажерным залом, комнатами отдыха и многим-многим другим, то у вас будут дополнительные расходы и счета. Вот кратко о том, что такое Биллы, как взаимодействовать с коммунальными службами и сколько мы за это платим. К Биллам также относятся счета за телефон и интернет, но здесь все проще. Если вдруг нужно остановиться по каким-то причинам на этом вопросе подробнее, пишите, что именно вы хотели бы узнать. А пока я рассказывала, наше февральское солнышко уже село. Жду ваших лайков, потому что они сильно мотивируют делиться с вами нашим опытом. А если вам интересны наши американские будни, смотрите у меня в инстаграм, ссылку положу в описании к ролику. Спасибо за внимание. Пока!